Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первое видео Авторынок. Кстати, если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезного и интересного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных авто. В том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если интересуют автомобили в наличии или, быть может, вакансии, все это по ссылочкам. Они в описании, ну и в виде подсказок на экране. Если в настоящий момент перед вами стоит задача при ограниченном бюджете обзавестись максимально свежим японским праворульным автомобилем, который не будет тянуть на себя деньги на обслуживание, внеплановые ремонты и бензин, то рекомендуем присмотреться к кейкарам. На первый взгляд, такие машины могут показаться несерьезными. Малолитражные двигатели, мощность до 70 лошадиных сил. Но не торопитесь делать далеко идущие выводы. Среди кейкаров попадается немало очень практичных машинок. И сегодня на нашем обзоре одна из таких. Дайха Цутанта. В нашем сегодняшнем выпуске речь пойдет про третье поколение модели. Третья генерация Дайха Цутанта встала на конвейер в 2013 году. Автомобиль выпускался 6 лет до 2019. При этом в 2015 году машинку освежили, проведя через рестайлинг. У этих автомобилей было два варианта силовых агрегатов. Оба объемом 0,66 литра, мощностью 52 для атмосферного, и 64 для версии с турбонаддуо. Коробки передач только вариаторные, а привод передний либо полный. Наш сегодняшний гость это 2019, последний год выпуска этой машины. Атмосферный двигатель 52 лошади, вариатор и передний привод. Кейкары в Японии это автомобили особо малого класса, к которым предъявляются строгие требования на соответствие габаритным размерам. Дайхат Сутанта, конечно, в них вписывается длина этого небольшого автомобиля 3 метра 39 сантиметров, ширина 1 метр 47, а высота 1 метр 75 сантиметров. Колесная база при этом 2,45 и очень маленький радиус разворота всего 4,4 метра. Машина легкая, снаряженная масса всего 940 килограмм. Что касается толщины красочного покрытия, то у Дайхат Сутанта картина типичная для современных автомобилей, для внутреннего японского рынка. Разброс показаний прибора для родной краски лежит в диапазоне от 75 до где-то 90-105 микрон. Кстати, передние крылья и крышка багажника у этого автомобиля и вовсе из пластика. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажника. Доступ куда нам открывает легкая, поскольку пластиковая, и большая по площади пятая дверь. Дайхат Сутанта это кейкар. Соответственно, ждать от него вместимости фургона в плане багажного отделения было бы, наверное, опрометчиво. Но вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина багажного проема в данном случае это ровно метр. В его средней, более широкой части. Высота от фальшпола до крыши 103 сантиметра. А это очень много, больше, чем у большинства универсалов. Конечно, при нормальном положении спинок заднего сидения места здесь не так много. Длина багажника маленькая, всего 34 сантиметра. Соответственно, если нужно увести что-то габаритное, складывайте сидение. При этом вы можете просто откинуть вперед спинки, либо сложить сидение полностью. Задний ряд у этого кейкара не регулируется по длине взад-вперед. Зато при складывании сидения ныряют в нишу на полу, при этом образуя практически ровный пол. И в этом случае полезная длина у вас увеличивается до практически 1 метра 40 сантиметров. Но для перевозки длинномеров можно опрокинуть вперед спинку переднего пассажирского сидения. И в этом случае полезная длина салона у вас возрастет где-то до отметки 2 метра 18 сантиметров. Плюс варианты размещения длинного груза наискосок. Так что с точки зрения практичности этот высокий и очень объемный внутри автомобиль довольно интересное предложение. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажнику, здесь по большому счету говорить не о чем. У нас присутствует плафон освещения на потолке и под фальшполом скрывается отформованная пенопластовая ниша, где размещается ремнобор для колеса. А именно герметик и компрессор плюс штатный инструмент баллонник, тамкрат, вороток и буксировочная петля. Никакого запасного колеса в этом небольшом автомобильчике естественно нет. Ну а теперь переходим к салону Daihatsu Tanto 3-й генерации. Самое интересное, что здесь у нас, как и на большинстве машин подобного класса, сидение выполнено в форм-факторе дивана. При этом оно абсолютно плоское, правда втроем вы здесь не сядете. Во-первых, здесь нет дополнительного гнезда и третьего ремня безопасности. Во-вторых, маленькая ширина самого сидения. Центральная часть откидывается в виде подлокотника, причем в данном случае внутри имеется довольно вместительный бокс. Ну а в том, что касается размещения, в целом с поправкой на вертикальную посадку удобно. При моем росте 1,86 м я быстро подобрал для себя оптимальное положение. Рулевая колонка здесь имеет регулировку, правда, только по наклону и в довольно ограниченном диапазоне. Зато водительское сидение, вернее водительская половина сидения может регулироваться по высоте. В данном случае это максимально отодвинутое назад кресло. Мне для комфортной посадки желательно все-таки пододвинуться ближе. Что касается опоры под правый локоть водителя, здесь есть подлокотник. Он довольно-таки небольшой по длине, но локоть на него ложится, и это удобно. Ровно под рукой у вас находится блок управления стеклами с клавишами, непривычно узкими. Причем водительский стеклоподъемник здесь с авторежимом. Боковые зеркала имеют функцию складывания и электрические регулировки. Вправо от руля у нас располагается кнопка запуска остановки двигателя. В данном случае у нас бесключевой доступ. И дополнительный блок клавиш вспомогательных систем. У этого компактного автомобиля присутствует система предотвращения столкновений. Автоматическое переключение светофар ближний-дальний. Здесь обе боковые двери снабжены электроприводом. Плюс присутствует подогрев водительской части сидения. Руль здесь самый обычный пластиковый, но при этом не скользкий. Подрулевые переключатели включаются без каких-то дешевых пластмассовых щелчков. Но вот рычаг поворотников здесь нефиксируемый. Как, например, на автомобилях Opel. И к пользованию подобным придется привыкать. На рулевом колесе у нас есть кнопка включения-выключения спортивного режима работы коробки. И клавиши регулировки громкости плюс переключения треков и режимов магнитолога. Сама мультимедийная система здесь имеет огромную диагональ дисплея. Туда выводится картинка с камеры заднего вида. Слева от селектора коробки передач, которая имеет привычную форму с кнопкой блокировки, располагается маленькая панелька управления климат-контролем. Здесь есть небольшой дисплей. Скорость вентилятора регулируется при помощи кнопки. Кнопки большие, тактильно различимые, имеют индикацию. Температура регулируется удобной поворотной рукояткой. Есть авторежим и, само собой, кондиционер. Слева над бардачком присутствуют HDMI и USB разъем для мультимедии. Ну а внизу 12-ти вольтовая розетка. Прикуривателя здесь уже нет. Что касается бардачков, подстаканников и прочих ниш для хранения, то перед водителем присутствует довольно вместительный, вспомогательный бардачок, куда можно разместить на самом деле что-то довольно-таки габаритное. Вправо и слева на приборной панели присутствуют удобные подстаканники. Есть маленькая полочка над основным бардачком, ну и перчаточный ящик. Здесь он не сказать, что огромный, но документы формата А4, сложенные вдвое, сюда поместятся. Есть также полочка, на которую можно положить смартфон с не очень большой диагональю. Ну и перед комбинацией приборов довольно-таки обширная плоскость на панели, куда также можно что-нибудь складывать. Кстати, о самой комбинации. Здесь она непривычно огромного размера. Приборы прекрасно считываются не только самим водителем и, например, задними пассажирами, но и с соседнего автомобиля. Причем комбинация приборов практически полная. Не хватает только стрелочного указателя температуры двигателя. Пользоваться ей удобно, и рулевое колесо не перекроет вам приборную доску ни при каком своем положении. Из непривычного в этом автомобиле высоченный потолок. Даже зеркало заднего вида расположено столь высоко, что для его регулировки приходится тянуться, как, собственно, и к противосолнечным козырькам. Лобовое стекло установлено здесь под углом практически в 90 градусов. Присутствуют дополнительные форточки, которые полностью убирают слепые зоны при повороте. Боковые зеркала довольно большие по площади. Пользоваться ими очень удобно. Ну и линия остекления в целом низкая, как и передняя панель. Единственное, но капот невидимка. Его ни при каком положении кресла видеть вы не будете, но сам капот очень небольшой по длине, поэтому проблем с ощущением габаритов здесь точно не будет. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается пространства на втором ряду этого автомобиля, места здесь не просто много, а очень много. В принципе, при росте 1,86 м я могу расположиться здесь, закинув ногу на ногу. Естественно, задний диван здесь тоже абсолютно плоский. Кстати, отделка его комбинирована из двух видов ткани. Одна половина его напоминает велюр, но вторая более грубая по отделке. Ширина здесь достаточно для размещения двух взрослых людей. Запас пространства над головой по-прежнему исполинский. Ну а из удобств и разного рода интересных фишек можно отметить шторки, доступные для задних пассажиров, сдвоенные кармашки на переднем сидении, крючок для пакетов максимальной грузоподъемностью 3 кг, а также возможность передвигать кресло переднего пассажира, не выходя с заднего ряда автомобиля. Плюс к услугам задних пассажиров два очень узких маленьких подстаканника на боковых панелях. Можно ли отправляться на этом автомобиле на заднем сидении в дальнюю дорогу? Пожалуй, что да. Тем более, что у задних пассажиров еще и присутствует возможность откинуть спинку сидения до упора назад, тем самым подняв комфорт собственного размещения здесь на новый уровень. Под капотом этого автомобиля может располагаться, по сути, один единственный вариант мотора в исполнении атмосферным и турбированным. Это KF-VE. Двигатель крайне распространенный, он очень хорошо растиражирован, ставился он на огромное количество автомобилей марки Daihatsu. И, кстати, не только на них. Соответственно, проблем с поиском контрактных агрегатов возникнуть, по идее, не должно. Но по конфигурации это три цилиндра в ряд с алюминиевым блоком и цепным приводом газораспределительного механизма. Никаких дополнительных сложных систем здесь нет. В атмосферном варианте 52 лошадиные силы, в варианте с наддулом 64. Какой бы вариант вы не выбрали, это будет экономичный автомобиль. Расход топлива на этих машинках в городском цикле будет в районе 4-5 литров на 100 километров пробега. В плане ресурса та же цех ГРМ на KF-VE способна отработать 200 тысяч плюс. А это на самом деле очень немало. Дополнительной приятностью при эксплуатации такой машины будет маленький объем заливаемого сюда масла. Для замены вам потребуется всего около 3 литров. Ресурс самого двигателя это также около 250 плюс. Соседствующий с этой силовой установкой вариатор также по большому счету не преподносит сюрпризов. И на автомобилях с пробегами до 200-250 тысяч коробки живут абсолютно спокойно. Благо данные моторы просто не в состоянии обеспечить трансмиссии настолько серьезный крутящий момент, чтобы это в итоге привело к ее выходу из строя. Ну а перед тем, как посмотреть на Daihatsu Tanto снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Каталожное значение этого параметра для данного кейкара 145 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли это действительности. На самом деле самая низкая точка у автомобиля это резиновый фартук-брызговичок, расположенный под передним бампером. И расстояние до него от асфальта как раз 145 мм. Но сам край переднего бампера находится выше. До него порядка 18,5 см. Что вкупе с отсутствующим передним свесом дает вам неплохую геометрическую проходимость. В плане преодоления кочек. Расстояние от асфальта до порога 17 см за передним колесом. Задняя часть выше 19 см. А расстояние до нижнего края заднего бампера и вовсе 28 см. Задний свес тоже практически отсутствует. Поэтому у этого автомобиля крайне неплохая геометрическая проходимость. Что даже слегка удивляет. Что касается ходовой части, то в данном случае ходовка типична для компактных автомобилей. Она очень простая передняя подвеска типа Макферсон шаровой опоры. В данном случае у нас выполнены неразъемными. С передними рычагами меняются в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости установлен на подратнике. Но при этом доступ к нему для замены втулок стабилизатора в целом неплох. Рулевая рейка, само собой, здесь электрическая. А что касается антикоррозийной обработки, то у этого автомобиля, как это ни странно, есть некоторое количество антикоров, в том числе и на лонжеронах. Но по большому счету картина типичная для японских автомобилей. Только шовный герметик. Особенно это касается центральной части кузова. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Его объем здесь небольшой, 30 литров. Сам бак тут металлический. При этом никакой дополнительной защиты он не имеет. И заливная горловина тоже металлическая. Соответственно, на машине с большим пробегом. Если вы будете смотреть подобный вариант, обратите внимание на отсутствие коррозии на этих компонентах. Задняя подвеска на этих автомобилях при переднем приводе – это самая обычная балка. По сути дела, пружина и амортизатор разнесены отдельно. Ну а задние тормоза, в данном случае, конечно, барабанные. Но если это будет полноприводный автомобиль, то сзади вы увидите мост. А вот чего вы сзади не увидите, так это большого количества антикоррозийной обработки. Здесь ее по-прежнему нет. Сугубо герметик на соединительных швах. Таким мы увидели сегодня K-Car Daihatsu Tanto 2019 года выпуска. Если у вас был или есть подобный компактный автомобиль, на котором вы накатали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, укажите все это в комментариях. Ведь людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео в свет машина все еще будет находиться в продаже у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по этому конкретному автомобилю уточняйте по телефону, который указан в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp, так что пишите, звоните и задавайте вопросы. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока!